сейчас почти вовремя на одну минуту все позже так и бывает в группе появится да я все но мы уже появились прямой эфир пошел где-то видно сейчас я включаю запись включая коменты так кто-нибудь есть вообще там плюсики поставьте если кто-нибудь вообще будет так вот шесть человек есть сейчас подождем народ немножко а где-то все могут сейчас видеть или нет я не знаю я тебе могу экран включить но я боюсь нас интернетом будет проблем вот ты зайди в фейсбук группу заходи открывай экран и ты все будешь видеть сам так я звук отключаю что у меня не фонило перезагрузить может страницу но перезагрузить страницу конечно о чем проблема у меня сейчас прямого цели да техник на грани фантастики я говорю вебинары все это отстоит осталось на звук перейти все это так что звуки есть напишите пожалуйста плюсы меня слышно владимира слышно да 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 слышно все значит ну чё у нас значит сегодня какое число как и обещали подключились 19 января пока интернет у нас нормальный а сегодня поговорим об об логистике форварда всего остальном чего владимир расскажем вкратце сейчас видос потом запустим во время видоса можете в течение видоса сдавать какие-то вопросы владимиру и мне и мы принципе будем отвечать сначала письменно но если надо будет а после видоса соответственно будем уже стараться голосом ответить ну давайте начнем с видео я то включу шарманку или подождать людей ну там в любом случае в записи будет пока 42 человек и давайте до 10 минут подождем 5 минут рассказывай пока да расскажи о себе в любом случае что в видосе нет как в китае снег идет и идет солнце светит не светит электричество есть нет люди голодают может быть у нас уже двадцатая и прохладника что-то у нас где-то по ночам даже плюс 11 отопления нет и не предусмотрено неплохо неплохо так что порой на улице теплее теплее то есть вы лапшой короче там это разогревается на пельменями лапшой лапша уже надоело конечно у нас небольшой рацион либо лапша либо рис там очень много всяких соусов всяких добавляют соуса там добавляет там не просто крис конечно все уже привыкли меня уже в острове не берет совсем практически привыкаешь быстро кстати кто говорил что говорят что перца там и жога и так далее у меня живут такой довольно таки под изношен но это все ерунда перец уж точно не влияет ни на язву на желудке причины в другом в чем-то да запись будет запись будет всегда она автоматически выкладываться про запись не можно не спрашивать то есть она в любом случае автоматически пишется в фейсбуке и одно время я еще на youtube потом буду записывать скидывать то есть кому-то мало удобнее может быть так что за это не переживайте а ну ребята получается голосом не могут задавать они да они только пишут да у тебя текст виден где-нибудь да вот я вижу запись будет плюс вижу да ну вот там и отвечай да сейчас мы будем видео писать и соответственно народ задавайте вопросы вот и мы соответственно будем на них отвечать письменно пока там ролик не длинный то есть владимир просто сформулировал чтобы по-быстрому специально специально покороче конечно чтобы время ну да что у нас тут пока немножко народа но торопиться некуда я думаю самое главное в любом случае это формат light это не формат вебинаров не формат каких-то там супер идей информации всего остального в первую очередь вопрос ответ по какой-то тематике то есть сейчас на данный момент тематика форварда следующий раз будет там продвижение следующий раз мы планируем по отзывам конкретно рассказать пашпаров по движения рассказывать очень сложно и очень долго потому что но очень много всяких факторов которые не влияет и очень соответственно много частей вот отзыва один из таких моментов потом будет наверное момент помимо отзыва чем нас там индусы и все остальные как они работают у кого дольше держится на первой странице почему дольше держится на первой странице как лучше в начале запускать индусов или после того когда бус пройдет ну то есть мы просто говорим свое мнение как мы считаем вот принципе я достаточно много людей пройдет я думаю со временем надеюсь по крайней мере которые хотят высказаться так что будет много всего так что у нас тут принципе я думаю кто хотел пришел 50 человек есть 7 минут уже прошло давайте видео запущу вопросы пишите сразу по ходу пьесы владимир свободен будет отвечать потому что такой удобней вот на что реально в реальном времени можно сбиться что-то забыть все включая видос надеюсь он заработает что там шарманка не хочет хочет но звук не хочет хочет но звук что-то у нас там со звуком что-то проблемы да я так понимаю вадим и звук есть там я слышу да нормально все то есть сейчас этот звук идет 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 видео это тебя голос только слышу то есть сейчас так проблема накладка сейчас будем разбираться дефективное видео дефективное видео дефективное видео дефективное видео что-то никому не счастливы какой-то. Почему звук-то опять нет? В чем проблемы? А, понял я. Сейчас настроим. Понял, 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 понял. Сейчас все будет, извиняюсь. У меня один плеер почему-то это видео не хочет читать. Принципиально. Так, значит, сейчас я добавлю. Добавлю, добавлю. Видим, как его добавить. Сюда вставляем. Короче, короче. Ужас. Короче, так он у нас и не заработал. Вот видео. Сейчас я через эти вопрос кучу. Всем привет. Так, значит, он работает. Осталось только подключить экран. Это у нас, значит, надо бетон. Меня зовут Владимир. В этом коротком видео я расскажу о команде China4Us, кто мы такие и чем занимаемся. Что, пошло видео? Мы имеем свою страницу на Facebook. Сайт пока находится в разработке, поэтому представляем пока здесь. Страница также называется China4Us. Одноименно легко найти можно через поисковик или перейти по прикрепленной к видео в описании ссылке. Кроме страницы мы имеем группу, где выкладываем новости, скидки. Просто общаемся. Приходите, публикуйте свои публикации. Будем рады к общению любому предрасположенному. Также имеем канал YouTube. Подписчиков нас пока мало. Мотивируйте нас. Подписывайтесь на наш канал. Пишите в комментариях, что бы вы хотели увидеть о работе, о жизни в Китае. Постараемся вкладывать видео, которое вам интересно. Итак, перейдем непосредственно к странице. Здесь также есть отзывы. Можете почитать. Ребята там все настоящие, все живые. Можете подключаться к ним. Надеюсь, расскажут, как с нами работали, какие, может быть, сделали выводы. О нас... Мы сами находимся непосредственно в Китае, в городе Фошань. Это 30 километров от Гонжоу. В нашей команде есть человек, обладающий китайским языком. Он учился здесь, работал здесь. В общем, знает не только язык, а знает саму ментальность китайцев, поставщиков, продавцов, просто людей. Поэтому все, что связано с китайским языком, перевод, профессиональный перевод, анализ ситуации, переговоры, рекомендации с учетом специфики китайской. В общем, все, что с этим связано. Также мы сочетаем консолидацию товаров на нашем складе. Консолидация, кто если не знает, это прием посылок от разных производителей, продавцов, формирование их в одну партию или посылку и уже непосредственно отправка к вам. Это значительно экономит ваши средства, если каждую посылку отправлять по отдельности. Кроме того, мы подбираем оптимальный для вас способ быстро, медленно, в разные страны, способы доставки разные. Дальше, осуществляем поиск поставщиков и товаров на рынках Китая. Этим занимается у нас команда китайцев, которые занимаются этим уже не первый год. Они ищут, находят, находят не только на сайтах всем известных, а также и на местных рынках, потому что не все фабрики, не все даже крупные фабрики имеют свои какие-то сайты или свои страницы на площадках типа Либобы, Таобао и так далее. Приобретаем, приобретаем, выкупаем товар на внутренних площадках, ну просто вообще в Китае, в различных местах, потому что это невозможно сделать с другой стороны, только внутренними переводами. Кроме того, мы всегда стараемся защищать сделку средствами самого Китая, внутри это типа Trading Insurance, есть Alipay и другие способы. Мы всегда стараемся защитить сделку, если это возможно. Делаем обзоры товаров, чтобы вы не тратили время, пока грозец сэмпл дойдет к вам, пока вы его посмотрите, вдруг он не подходит, надо заказывать другой, другие. Мы это все можем сделать за вас, мы принимаем их у себя, делаем обзоры, фото, видео, подробные, делаем отчет по необходимым вам критериям, проверяем качество сборки, качество пошива, проверку работоспособности, проводим различные тесты, делаем даже частичные или полные разборы, это вот особенно с электроникой связано, да, с любым механизмом, какие там летали внутри, долго ли они прослуживают. В общем, можно делать все, чтобы просить сломать, поджечь и сбросить с уксоты и так далее. Ну, конечно же, все это сопровождается фото, видео, отчетами. Делаем сборку, комплектацию товаров на нашем складе, ну, если коротко, это когда разные производители, один, допустим, производит товар, другую упаковку, коробку, третий, дополнительное, что-то там, подарок надо вложить. Ну, и до сложного, это когда сам товар состоит из разных частей, то есть части делают разные производители. Это, как правило, самый лучший товар, когда каждый производитель занимается своим делом, один делает свою часть, другой свою, третью свою, мы можем это все собрать в один товар. Ну, это уже более сложный вопрос, касается больше производства. Также делаем инспекцию, это очень, не стоит выпускать этот момент, надо проводить инспекцию товара. Инспекция у нас бывает разная, инспекция самой фабрики, это, как правило, еще до производства. Инспекция во время производства, как ваши товары производятся. Ну, и инспекцию в готовой партии, как на фабрике, так и у нас на складе, что мы рекомендуем делать именно у нас на складе. Почему мы снимем отдельное видео, вот наш заказчик один тоже скоро должен снять видео, почему именно надо делать именно так, почему нужна гарантия, что товар идет именно такой на Амазон, какой вы хотели бы видеть, и какой он есть на самом деле, а не то, что вам потом могут перепутать, доложить, переложить после инспекции. Все такое вот у них бывает. Отчисляем отправку товаров на склады Амазон, ну, оттуда говоришь, не только на складе Амазон мы работаем с внутренними рынками, Россия, Казахстан, Белоруссия, Украина. Можем доставить груз как карго, так и затаможить, сертификация, декларирование, затамаживание. Все мы это делаем. Производим усиление транспортировочных коробок, потому что если, ну, тут все знают, как коробки, что такое логистика, как они переводятся. Углы, как правило, всегда заминаются. Если внутри товар также в коробках, картонах, это же, разумеется, все мнется. Как по краям, так и сбоку. Углы особенно подвержены этому всему. И чтобы этого не произошло, мы усиливаем. Но это все отдельно. Отдельный заказ, отдельно обсуждать надо. Так, дальше. Производим защиту сделки. Ну, я это уже упоминал. Проводим страхование грузов. Не просто защищаем сделку, но и при отправке, если вы хотите, это, конечно, зависит от вас, вы можете застраховать свой груз, чтобы никаких форс-мажорных обстоятельств не произошло. Ну, я имею в виду, даже если они произойдут, чтобы это не отразилось сильно материально. Ну, и, наконец, проводим полное сопровождение сделки. Не зря тут нарисована золотой ключ. То есть, если вы продавец на Amazon или еще где-то, вам ни к чему отвлекаться на все эти внутренние китайские проблемы, решения вот этих недопонимания с производителями, с поставщиками. Мы это все берем на себя, вплоть от поиска до отгрузки товара на Amazon, ну, или другие какие-то внутренние рынки, стран, где вы находитесь. Ну, и также, что еще добавить, также мы осуществляем доставку коммерческих грузов из Китая, как в Российскую Федерацию, так и, как правило, страны СНГ, бывшие, настоящие, включая таможенную очистку товара, получение сертификатов, декларирование, растамаживание, затамаживание. В общем, тоже мы это все берем на себя. Ну, и решаем, конечно, многие другие вопросы. Все, что связано с Китаем, обращайтесь, постараемся вам помочь. Ну, что еще сказать позже. Сейчас, как все знают, праздники в Китае появятся сейчас больше времени. Постараюсь отснять, ну, если не по каждому вопросу, то объединить некоторые вопросы и снять отдельное видео более подробно, потому что, как вы понимаете, практически каждый из этих вопросов имеет обширное повисовывание. Одна логистика, только чего стоит. Это целая наука, правильно? Ну, все. На связи. Пишите. Стараемся всегда отвечать вовремя. Усчитывайте, пожалуйста, разницу во времени. У нас от мирового времени Гринча плюс 8, от Москвы время плюс 5. До свидания. Успешных вам продаж. Работайте с нами. Мы вас не подведем. Так. Включаем, включаем. Пускай вот это вот. Владимир, ты на связи? Да. Так, ну, что там, вопросы смотрел. Что-то у нас пишут, с кем он строит вопросы в ВВС. Ну, вот отвечай на вопросы, подряд идут, в принципе, вопросы к тебе. Видишь вопросы? Я на связи. Я вижу, с кем обсуждать вопросы. С кем со мной. Да. То есть, отвечай на вопросы просто. То есть, все вопросы, они, в принципе, сидят. Я вижу только раз, два, три, четыре сообщения. Если что, дублируйте, дублируйте, потому что если я что-то... Да, тут, походу, какое-то ограничение есть по этому. У меня есть, короче, какой вопрос? Супер, да. Формы оплаты у вас какие? Пионер принимаете? Владимир. Алло. Алло. Слышишь? Владимир. Да, почему-то двоится. Я слышу два звука. А ты звук выключи. Так я же ответил. У компьютера. Что надо сделать? Звук выключить? Да, просто ты разговариваешь, а звук выключи у компьютера и все. Да. Ну, тогда я тебя слышать не буду. А надо, значит, микрофон надеть. В одно ухо, чтобы... Ну, не знаю, короче, как. Я тебя слышу, потому что по скайпу. Вот. То есть я тебя слышу. У меня микрофон отключен. Если я сейчас включу микрофон, ты из группы звук выключи. В группе, которая идет. В фейсбуке выключи звук. А, вот в чем проблема. Что у тебя за проблема? Ну, как надо сделать? Ну, выключи звук просто в фейсбуке, где транслируется звук. И все. И просто разговариваю, отвечаю на вопросы и все. А, все. Ну, все. Спасибо, что подсказал. А то у меня уже голова кругом. Да, да. Я сам разбираюсь. Второй раз заход. Ну, с опытом придет. Просто тут вот сейчас нас видишь. Я, например, твой видос так и не смог. То есть у меня через ВЛК со звуком идет. А через внутренний Apple звук не идет. А сюда в программу я могу только внутренний. За это он без звука в начале шоу. Но я догадался, YouTube подключил. Так что теперь нет проблем. Какие вопросы? То есть, в принципе, вот они все идут. Дублируйте тогда, что он не успел ответить. Потому что я видео смотрел, не знаю. И здесь, учти, заторможка идет. То есть сигнал доходит через 5-10 секунд. Ага. Нет. Сейчас нормально стало. А то я представь. Я просто до этого не читал. Я экран показывал. Из этого я не видел. Все понял. Я просто не видел. У нас замат. Ты видишь, а замат? Ага. Понял. А ты что голосом не отвечаешь, Владимир? Ты можешь голосом ему отвечать? Можешь не печатать. А меня слышат? Конечно, конечно. Тебя слышат? А, вот что? Ну спроси. Меня слышит кто-нибудь? А плюсики поставьте, если Владимира слышит. Или минусы? Должны слышать. Меня слышно? Меня слышно? Меня слышно? Ну все, понял. Все. Хорошо. Буду отвечать голосом. Очень рад всех слышать. Кайта, здравствуй. Отдельно тебе привет. Мы только учимся. Извините, что у нас тут постоянно какие-то накладки. Но слава богу, интернет не подводит. Я в шоке просто. Осталось только вопрос, Владгас. Плюсы поняли. Что еще? По логистике, я так понимаю, все одни профи собрались, все одни знакомые лица, да? Еще уже пол второго ночи. Ну это у тебя. У нас-то только вечер. Да, да, да. В основном. Знакомые лица. Ну да, что народу скромно. 67 человек всего пока. Ну рад познакомиться с теми, кто... Спасибо, пожалуйста, Катя. Ну будем сидеть ждать. Пока он не заснет. Ребят, всех в прямую. Я вижу, запросы идут. Всех в прямую. Потому что мне надо читать. Не могу отлучиться. Страхование груза. Видишь там вопрос? Страхование груза. Есть у нас, да. Предоставляем такую услугу. Два процента страхования груза. Ну а куда же я их деду? Я и так под вас подстраиваюсь постоянно. Засыпаю в три-четыре. А просыпаюсь рано, потому что солнышко встает. Не могу днем спать. Есть у меня вот такой... Еще с армией, наверное, с института осталось. Алексей Дементьев тебя спрашивает. Посмотри по налогам. Можно так сделать? А я не вижу почему такого. Вопрос по доставке. Пишите, пожалуйста. Моря ни разу не доставлял. Я не вижу про налоги вообще. У меня, короче, такое. Алексей Дементьев. Возможно ли получение первичных документов для отчетности перед налогами органов по закупке и отгрузке товара в заключении договоров между вами и нами? Ну, то есть официально. Между нами конкретно сейчас не получится. Мы сейчас только находимся в стадии оформления фирмы. Потерпите, ребят, чуть-чуть. Потому что оформляемся в офшоре, сами понимаете. Ну, что самое интересное, я этого вопроса так и не видел. Где этот вопрос? Читайте вопросы, отвечайте на него. Чтоб все слышали. Хорошо. Сколько стоит экспресс-доставка одного килограмма груза из Китая на Амазо? Ребят, ну, как ты посчитаешь доставку, это невозможно. Это зависит от очень многих факторов. Ну, перечисли хотя бы на скидку. То есть, какие вот... Какой груз? Сколько весит? Как он упакован? Есть ли там текстиль? Какие там материалы? На самом деле, это очень-очень много. Это все просчитывается. Поэтому невозможно ответить сразу. Как считает объемный вес? Объемный вес считается у разных... по-разному фирм. 5 тысяч или 6 тысяч. У нас 6 тысяч коэффициент. То есть, вы умножаете в сантиметрах нашу коробочку и делите на 6 тысяч. Получаете объемный вес. Ценовую политику вашей компании, где можно узнать? Или это все чисто индивидуально? Примерные цены написаны на нашей странице. Но это, конечно, индивидуально. Потому что все зависит от товара. Как и отправка груза, так и инспекция. И все. Поймите правильно. Есть мячик для собаки, а есть электронное устройство. На все это тратится разное время. Даже в том числе упаковка. Если мячик упакован в 3 упаковки, то, разумеется, это будет стоить дороже. Инспекция таких мячиков. Поэтому все просчитывается индивидуально. Жалко, я прослушал презентацию не до конца. Я понимаю, какие услуги вы предоставляете. Ну, вот ссылку разместим. В записи. Все будет в записи. Пересмотрите еще раз. А, в записи, да. То есть, здесь автоматически будет несколько дней висеть этот видос на самом верху. Так что все просмотрите. И на YouTube будет, и Facebook будет. Делаете ли доставку на английский Amazon? Вы ни разу не доставляли. Этот вопрос вы нам напишите. В этом, в скайпе. В рабочем скайпе. И мы вам обязательно ответим. После праздников, конечно, только. Какая у вас команда? Количество человек русских и китайцев. Ваши сотрудники китайцев. Вы с ними по-английски или на китайском общаетесь? Извините, если пропустил ответ. Команда наша основная. Это три человека. Мы русские. Китайцы у нас команда, которые поисковики. Партнеры, которые доставляют грузы. И китайцев мы нанимаем периодически, когда нам необходима дополнительная какая-то работа. Грузы малогабаритные. Понятно, что имеется в виду малогабаритные. Грузы малогабаритные. Чем меньше будет груз, тем больше будет цена за килограмм. На днях узнал, оказывается, 150 штук в минимальной упаковке должно быть. То есть максимальное количество маленьких единиц. Никогда не обращал на это внимания. А когда с этим столкнулись... Ну это Амазона правило, да? Да, правило Амазона 150 штук в упаковке. Тут я даже не знал. Ну вот я тебе говорю... Максимально 150 штук в упаковке, это точно. Я правило вчера и Денисом Сулимченко, он мне как раз верил. И я как раз тоже увидел этот момент примерно. И до этого у меня как раз один из учеников, так скажем, говорит, вот такая вот проблема. А у нас с мелочевками сейчас как бы упор делаем на недорогой товар. Не получилась такая вот проблема. Ну не смертельно, но просто вот, то есть габариты все время внимание обращали. А вот именно 150 штук внутри упаковки, я говорю, вот даже глаза нет. Ну то есть видео есть, все есть. У меня главное все эти хелпы есть в этой таблице, которая в описании группы. И когда я вниз начал опускаться, реально увидел 150 штук максимальное количество в одной упаковке. Короткие. О, я не знал про это, буду знать. Расскажите про инвентаризацию поставщика поподробнее. Что вы имеете в виду? Ну 144, вы по 150 попали, значит, поэтому и нормально. Да я думаю, это условности все. Кто-то будет их считать, так вот, если разобраться. Вы можете обозначить три главных фактора, почему работать нужно именно с вами. Три главных преимущества. Я даже не знаю, почему. Потому что с нами надежно. И потому что наш девиз, ваш успех, это наш успех. Мы стараемся всегда не просто загрузить, отгрузить и отправить, а если мы видим ваши какие-то ошибки, мы всегда на них укажем, поможем. В коробке вес был 22 кг. Понятно? Вы можете выступать посредником при совершении оплаты китайскому поставщику за товар. Я вам на пионер, вы китайцем на банковский счет. Если да, стоимость услуги. Да, мы можем это делать. Мы недавно как раз это делали. Просил нас человек. Как раз вот с пионером мы сейчас там заключили там какие-то договора. Да, можно, но стоимость услуги сейчас вам так сразу никто не скажет. Это надо все индивидуально обсуждать. Вот человек посылал тысячи, не было проблем. Поэтому я думаю, это все условно. На кого дарвешься там. Вам делают заказ проанализировать фабрику, протестить товар. Как вы все это осуществляете? Как? Ну, очень просто. Если, конечно же, если эта фабрика находится рядом, мы выезжаем сами. Ну, рядом это, я имею ввиду, пределах там, ну, 300 километров максимум. Едем сами, смотрим. Либо я, либо кто-то из нас. И все. Делаем фото, видео, отчеты вы все смотрите. Причем делаем, стараемся все это делать так, как будто вы сами туда приехали. Примерные сроки доставки товаром, морем, воздухом. Ребят, ну, опять все по-разному. Но морем, там от 30-ти, по-моему, я сейчас даже точно расскажу, 35-60, разные дни. Это все цена. Чем медленнее будет доставка, тем дешевле будет цена. Один быстрее, тем дороже. Есть сэмпл желаемого товара, который произведен в Украине. Возможно ли вам его высадить, чтобы добиться от производителя для идентичного качества материалов и всех опций. Сэмпл один единственный. Желаемый. Фабрик несколько. Тут я не совсем понимаю. Ну, это давайте обсудим тогда. В скайпе уже к нам постучитесь. Обсудим, что вы имеете в виду конкретно. По очереди, значит, тогда им надо его как-то. А не проще просто узнать, из чего он состоит, отдать его, в конце концов, на экспертизу, и знать, что там за материалы. Расскажите о ваших конкурентах, о ваших преимуществах перед ними. Почему стоит выбрать именно вас? Александр, ну я не знаю, вы смотрите, слушайте других ребят, вы сами делаете выбор свой. Что я могу рассказать о конкурентах? Да я о них ничего не знаю, о наших конкурентах. Страна большая. Вы сами лично продаете на Амазоне? Нет, мы не продаем на Амазоне. Напишите свой скайп. Ну не свой, рабочий, я напишу вам скайп. Точно такой же, как и наше название. Самое главное забыл сказать. Придешь скорее, пришли от Дениса, получишь 10% фид. Не успел я обговорить этот момент еще до этого. Ну ладно. Пусть его, пожалуйста. Ничего я там не пропустил. Кто дублирует тебя? Немножко обговорить туда. Отв stall от работающего корci кто-то. Там были маленькие свои корочные lawyers. Стар Sow fictional jsem — чтобы взгляд� или нерешний Придешь следующее время. Все нужно прийти на парольчик. Затем мы Budget. Так, ребят, ну давай, вопросы. Активнее, активнее. И по домам. А это, наверное, как всегда. Очень хочется много спросить, когда надо, и не знаешь, да? Вопрос про карту «Перемьер». Вроде не отвечу. Не совсем понял. Да, мы принимаем на «Перемьер». Там, конечно, это все надо будет обсудить, все объяснить, потому что это зависит от курса. Курс меняется. Позавчера снимали по одному курсу, вчера уже по-другому. Так, в каком городе? Мы в городе Форшайн. Находимся от 30 километров от Донжоу. Здесь не так все загазовано, как там. Вы можете посоветовать производителю упаковки, чтобы еще на это не отвлекаться. Мы можем, да, мы можем найти на производителя упаковки. Вот опять-таки, тоже все разное, смотря как упаковка вам нужна. Есть какие-то методики выявления хороших фабрик. На какие показатели надо смотреть? Методика одна – заказывать салон. Доставка морем. Имейте в виду стоимость отгрузки товара, которая может быть больше, чем загрузка. Можете ли вы предоставить услугу, все включено морем из Китая на Amazon? Так, еще раз. Доставка морем. Имейте в виду стоимость отгрузки товара, которая может быть больше, чем загрузка. Я немножечко не понимаю, к чему вопрос. Отгрузка, загрузка. Ну да, мы можем предоставлять услугу, все включено. Только что имеется в виду? Море мы с Китаем. А, вы имеете в виду, что там встречают? Да, мы представляем такую услугу. Там будут встречать и отправлять нам зону. И целую цену мы сразу же даем, которая будет именно дамозном. Просто, может, у США расскажите, какие были проблемы по опыту и как решали кататфон, пока проблемы у нас с этим не возникало. Жидкости возили хоть раз? Жидкости нет, не возили. А товар двойного назначения? Там по-разному все было. Просто тут надо, это логистика, тут отдельная тема. Тут надо просто понимать, в таких случаях, я так издалека намекну, а то вам дальше поймете. Риск. Ребята, в таких случаях возникает всегда риск. Если у вас товар немножечко, вот мы сейчас говорим про жидкости, про порошки всякие. Да, раскоры нам сложные товары. Тогда надо понимать, что вы рискуете. И тогда мы сделку эту не защищаем. Между нами, у нас есть такие форвардеры, которые возят такие товары. Но надо давать отчет. Расскажи тогда, именно какие товары со сложностями. Вот именно, чтобы, например, человек выбирает сейчас товар. Вот реально, ты про 150 штук не знал, и я не знал неделю назад. Я, например, не могу сказать по конкретному. Ну так, на скидку хотя бы, с чем ты сталкиваешься? То я расскажу товары наших клиентов, правильно? Ну, скажу так, вот я намекнул, порошки, жидкости. Будьте внимательны с этими товарами. Почему вы не возите товар с батарейками? А кто сказал, что мы не возим товар с батарейками? Товар с батарейками – риск самолетом. Опять я только что сказал, мы можем это сделать, но вы должны понимать риск, что могут возникнуть проблемы. Батарейки не возятся самолетами. Это есть там, я не помню, у них там указ, приказ. В общем, нельзя им возить. Взрывается это дело. Вот, кстати, не так давно, но не так уже, месяца два, наверное, три прошло. На китайском складе недавно взорвались эти батарейки. И тогда был вообще прям… Кстати, тогда, возможно, и обращались с батарейками, кстати говоря. Азамат, возможно, вы обращались. Я уже точно не помню. Вот кто-то как раз обращался с батарейками именно в тот момент, когда вот склад загорелся. И тогда никто не брался за них вообще. А так возят, что тут врать возят. Но надо понимать риски. Какие могут возникнуть проблемы? Ну, какие? Там просто не укажут, что это батарейки. А там обнаружится, что там все-таки батарейки. Вот и проблема. Домашняя изготовка. Производитель хочет разбить груз на пять доставок. Вес – 310. Цена вопроса. Не пойму, зачем он это хочет сделать. Ну, вот я вам тоже тут не могу сказать, зачем он это делает. Цена вопроса – 1600. Вы бы написали мне проще, сколько кг за килограмм у вас получилось. Так, ну давай, я сейчас подниму его. Зачем он это делает, даже не знаю. Возможно, это логистика. Возможно, у него не может он… Ну, почему на три, я понимаю, когда на две. На пять даже, на пять доставок. Не знаю, не знаю, зачем он это делает. Какая форма оплаты с китайцами самая безопасная. То есть, шуэль действительно безопасна. Какая самая дешевая, безопасная форма оплаты с посвященком припал. На самом деле, трейдинг шуэль, если вы будете доставлять сторонним форвардрам, то потом будут необходимо предоставить документы нашему производителю. То есть, за таможку все это. А такие грузы, с такими грузами не хотят связываться перевозчики. Потому что, во-первых, вот эти документы по индивидуальной растаможке нужно будет вашему производителю, поставщику для отчета передали бабой. А во-вторых, такой груз может задержаться на таможне. Такие грузы более тщательно рассматриваются. Как самобезопасно. Ну, вот тут, я не знаю, у PayPal, кстати, больше же сроков. Ну, вы видите, мы немножечко, мы же не так им платим. Мы платим внутри. У нас тут свои системы, свои переводы. Мы все забываем, как улетает у меня изговорный китайский расчет. В том числе, и PayPal. Мы не пользуемся метридной шурицей, чем таким. У них такого нет, здесь просто-напросто. Во внутренних рынках, я имею в виду. Так, пять. Не знаю, за что пять. Надо полагать, что на пятерку, да? Рабочий денег у вас по МСК. Работаете ли вы выходные? Нет, у нас рабочий денег не по МСК. Работаем, да, мы работаем в выходные. Тут больше проблема в том, как работают китайцы. А как тогда быть? Как себя обезопасить по оплате, по качеству? Ну, если сделка будет происходить через нас, мы будем защищать ваши деньги. Если вы, то тогда, ну, я не знаю, я не могу вам рекомендовать, вы можете выбрать и то, и то, но PayPal. Просто я хотел... Если вы будете PayPal платить, у вас потом не будет проблем с форумами, с доставкой. Возможно ли доставка... Воткнусь в это дело. Тут смотри, как... Смотрите, какая вещь. Просто PayPal, правильно, он очень долго держит гарантию. У меня такая ситуация была. Я деньги свои вернул, первоначально 30%. Я всем советую, первоначально платить PayPal 30% точно. Вот. А вторая уже часть, я 70% платил трейд-эншуру. Трейд-эншуру, как говорят, как говорят, забрать проще. Но он работает, насколько я помню, всего 2 месяца. Соответственно, у нас товар отправляется на Amazon. И у нас там... Я раньше думал, что Amazon принимает товар, как у нас принято там. Проверять деньги, не отходя от касса. Такого нет. Amazon принимает товар. У меня вообще полиэтиленовый пакет. Плюс они FSNKU коды клеили. Они вообще не смотрят, что внутри. И у меня около 5-8% товара было без второго товара. То есть я с этим столкнулся чуть ли не в первой своей раздаче. Мне знакомые написали, что у меня не хватает. Я их просил, умолял, чтобы они просто выкинули, потому что... Ну, проверили, что пришло. То есть они вообще Амазоне за что не отвечают. Нет товара. Мне не отрицательные отзывы. У меня одни геморрой с этим возникали. Мне потом, китайцы, я им как бы предоставлял документы о том, что товар... Ну, то, что покупатели жалуются. Они мне компенсировали полностью эти 30% первоначально через PayPal. Потому что там Trade Insurance, он практически... То есть мы привезли товар. Ну, он там едет, дай бог, там быстро. Мы там раскачиваемся туда-сюда. И все. И он заканчивается. И мы даже отзыв не можем написать после двух месяцев. Вот это я понимаю, система. Два месяца ты купил товар, только ты можешь написать отзыв. Два месяца прошло, я даже на продавца не смог отзыв написать уже на Либабу. Вот это я понимаю. Не то, что на Амазоне там пишут с 50 долларов. Так что это надо иметь в виду обязательно. А второй момент. Если вы хотите безопасность, если хотите безопасность, безопасность дешево не бывает. И когда мы бегаем там за сеной, за там сарой, а потом плачем. У меня есть знакомый, который полгода уже товар никак получить не может. Товар забрали с завода, а потом оказалось, что коробки какие-то у него там круглыми стали. Надо коробки переупаковать. Потом надо вот это переделать. И у него уже там золотой просто все вышло. И не забывайте. Если вы хотите надежно сделать, просто отдайте доставку, производите, чтобы он за все отвечал. И все. Я, например, сделал поставку первый этап. То есть я всегда переговоры веду и спрашиваю. Во-первых, по оплате теперь пионера обязательно. И второй момент. Обязательно спрашиваю, сколько будет сразу доставка от производителя. Она все равно максимально высокая. Максимально. То есть я понимаю, что я могу цену уронить. Но если я по марже прохожу, и это как раз называется максимально безопасность. Я думаю, это максимально развернутый ответ на все вопросы. Если вы хотите отдать какому-то посреднику, соответственно, проверять с себя, снимает ответственность. И он ни за что уже не отвечает, по большому счету. И потом вы ему предъявите, ну, замучаясь в пыль глотать, так скажем. Так что свои есть везде нюансы. Ну, как бы здесь не совсем так. Я предлагаю отправлять через нас. Не, я понимаю. А тогда недавно мы у Сены там забирали товар целый. У китайцев еще такая мания. Если не получили деньги, очень тяжело у них назад их вырвать. Просто прям нереально. Ну, слава богу, все обошлось. Все забрали. Конечно, мозги он нам бы компенсировал. Машины погонял туда-сюда. Так что, отправляйте через нас. Не отправляйте через Сень, Джимми, Сару и так далее. Все будет нормально. И тем более, ребят, мы защищаем сделку между отправителем нами. То есть, мы через защиту платим нам. А не Сеня, не Джимми, не Сара, они не берут. Не, ну ты из-за этого говорил. Ты предлагаешь альтернативу тому, что я сказал. То есть, раньше, когда не было у нас надежных посредников, которым я, в принципе, не особо доверял никогда. Вот, и когда там разница была в долларах на килограммах. Да, правильно. Это самая была надежная система. Других не было. И когда мне тут люди бегают и кричат там, я за 3,5, я за 3,4, я за 3,3, а потом я знаю просто, где-то процентов 10 у них впервые жестко просто. Просто жестоко впервые. У меня товарищ есть один, с которым я позабил. Защищать сейчас буду Сеню, допустим. Потому что, ребят, ну за его цену довольно-таки качественная услуга. То есть, вы поняли, да, о чем я говорю? Не надо требовать за дешево, чтобы было все хорошо. Вот у них такая. А в логистике влажают все. Просто вопрос в том, кто как часто это делает. Тот, кто берет дешево, тот это делает чаще. Тот, кто берет дорого, у него это происходит редко. Так это и чек тоже влажает. Просто он больше людей нанимает. А у него более, да, все правильно, так оно и есть. Ему надо меньше партию собрать. Ему своя цена. А как в Китае, вот многие говорят, товар здесь плохой, некачественный. Ну, не правда это. Тут все стоит свои деньги. Вот ты все. Хочешь качественнее, покупай дорого. Хочешь, ты купил дешево, а говори, что он некачественный. Ну, это просто не бывает же чудес. Нет, есть наивные люди. Это как я с Тау Бау столкнулся. Я говорю, раньше, когда я интересовался лет пять на Китае, мне с Тау Бау товар покупал. Я так, ну, потихоньку, у нас ограничение в России было, сколько там, тысяча евро, до сих пор оно есть. И я покупал, покупал, я где-то вот эту тему пробил. А сначала я начал ВКонтакте покупать, когда кроссовки стоят на Тау Бау, грубо говоря, тысячу рублей, с доставкой почти, то на ВКонтакте по три с половиной продавали. Сам лично купил. Потом начал пробивать, смотрю, уже две с половиной, две. В конечном итоге начал по тысяче водить. Но дело не в этом, я просто по форумам почитал. И вот действительно там просто реально неадекватные люди сидят, они пишут, кто-то хорошо, кто-то плохо. Но в конечном итоге я много отзывов видел, где люди покупают, я не знаю, на 800 рублей, и отзыв пишут на три листа. Да я не знаю, я повешусь, пока я столько напечатаю. Просто повешусь, реально. А она купила какую-то сумочку в виде панды и какую-то там, я не знаю, цепочечку. И про эту сумочку она рассказывала, что от нее китайцами пахнет, там вот она химией пахнет. Блин, я не знаю, я вот, я стартовал там, я на первый раз, первую партию там на 15 тысяч взял, и потом в каждый месяц по 30. То есть я где-то на разных людей там возил, там за полгода на полтора миллиона вывез, по старым деньгам. Потом он перестал оттуда возить. Это чисто себя знакомым, родственникам, просто барахло. И действительно, е-мое, если ты хочешь сейчас купить, вот я кроссовки привозил через вас. Я получил, что у меня кроссовки стоят примерно там 2 рубля плюс доставка. Ну, грубо говоря, там 2,5-3 рубля. Это абсолютные там оригиналы никакого вообще. То есть если ты хочешь в Китае купить классную вещь, ты просто, ну, ее можешь купить в два раза дешевле. Но не в 10. А там реально можно и вообще. И если на кроссовках написано или там на чем-то другом написано, там Nike, я не знаю, New Balance, а ты не знаешь, что это Nike New Balance. Я даже рискнул. За 150 я купил кроссовки одни, другие за 190. А были такие за 110. Ну, просто поэкспериментировал. За 150 была реальная подделка. Но она классная подделка. Но эта подделка, это не оригинал. А вот за 190, за 220 абсолютно оригинал. В коробках, во всех делах, с пакетами. Ну, то есть это 100% заявляет. Как сказать, по образованию товаровед, грубо говоря, уж могу отличиться. То есть, ну, но есть там, например, вещи, которые я люблю очень многие китайские бренды, которые просто реально там показы модах участвуют и так далее. Там через тот же ТМО. Вот, те же пуховики, которые там 20, 30, 40 тысяч на наши деньги себе переводить. Но там мне что нравится мне там? Там написано, сколько там пуха, 100 грамм, 200 грамм, 300 грамм, 400 грамм. У нас ни в одном не написано. Сейчас пойдешь в тот же Nike, там, я не знаю, там, да любые там бренды там. Я помню, европейский два месяца назад заходил, я имею в виду, там, Морелло. Коротенький пуховик, 40 тысяч стоит. Ну, куда это вообще? Какой он там пуховик? Ну, он в машину сесть, там, добежать до него. Из-за этого хорошие вещи в Китае огромное количество. Страна огромная. Так, Денис, много вопросов накопилось. Давай, все. Тщательно. Я их тут сохранял. Давай, давай. Сейчас, сейчас, секундочку. Больше ничего. Тщательно сохраним. Так, так, так. По порядочку. Кто знает, при прохождении товара через американскую таможню прилагается инвоз от поставщика. Отслеживает ли таможнюю цену товара в последующей поставке. Ведется ли реестр. Так, так, так. Ну, я этого не знаю. Не забывайте, вся вот эта вот даже две с половиной тысячи, это же ведь условное растамаживание. Погуглите, что такое условное растамаживание, вы поймете. Это не значит, что вы можете ввозить две с половиной. Это условное растамаживание, надо двое. Так, так как проще и безопасно осуществлять платеж за товар. Но тут вы сами должны. Мы, я не могу вам тут подсказывать. Это с вашей стороны. Мы внутри делаем совсем другие платежи. Нам не знакомы не трейд-иншуржинсы, не припалы. Мы по-другому все делаем через внутренние переводы. Возможно ли доставка из Китая не на Амазон. Например, в Россию, Польшу, Литву. Но в России мы и так поставляем уже давным-давно. С этого весь бизнес-то и начинался. Как карго, так и растаможкой, сертификатами. Польшу, Литву не знаю. Вот ни разу не поставляли. Но если надо, можем этот вопрос узнать. Так, дальше. А как тогда быть? Как себя безопасить по оплате и по качеству? По оплате. Либо, как я говорил, через нас. Либо трейд-иншуринс, опять-таки. Либо PayPal. По качеству заказывайте инспекцию. Так, Джимми, мы тут посмеялись. Так, ЦДНР, спасибо. Производитель может продлевать срок сделки в ТА. Все правильно, да. Это везде продлевается срок и в ТА, и в Alipay. Мы тоже постоянно продлеваем. Так, кто знает. При прохождении товара, чем американцы, кто может... Так, я уже что-то два раза скопировал. Сколько вы берете за килограмм? Опять такой же вопрос. Понимаю, это все зависит от товара, его общего веса, габаритов. Очень много нюансов. То есть, даже ваш товар может быть какой-то простой, а упакован он будет в ткань, в тканевый мешок. Это уже текстиль, это уже надбавка. Ну, то есть, очень много нюансов. Так, производитель, как правило, может отправить только экспресс, в отличие от Синий Джима, нравится. Так, ну, я не знаю, что это такое. Кто такая Синий Сара? Почитайте в группах. Я никогда не ругаю их. Они все делают хорошо. Если хотите дешево, будьте готовы к рискам. А у вас как происходит доставка? Часто, редко? Это, наверное, то, что к моим тем словам, но я отвечу прямо на этот вопрос. У нас доставка происходит часто. Так, за килограмм опять. Я уже объяснил. Цену бы за килограмм. Разная цена за килограмм. Про палеты расскажите. В каких случаях и при каких объемах имеет смысл? Как я понял, вы сможете с внукновенно скоподавать несколько товаров в один упаковать. Да, мы это можем сделать. Про палеты. Не совсем понимаю, что именно имеется в виду. Груз и так грузится на палетах. Удешевление имеется в виду. Если сделать конкретную упаковку в палетах, а не просто русские. Я так понимаю. Ну, а потом все равно с этих палет снимается и ставится на другие палеты. Потому что они же там, там у этих свои размеры, у тех другие размеры. Это же все разно. Там какой борт, куда грузится, какой самолет. Поэтому этот вопрос немножко некорректен. Я не понял, о чем. Так, дальше что тут накопилось? Как я понял, вы можете с внукновенно скопоновать. Да, сможем. Катерина, вот, ничего себе тут написала вопрос. А вот после просмотра стольких образцов товаров, все-таки самые лучшие, получается, те, которые были собраны в разных фабриках. Я правильно поняла? Просто убедился в этом окончательно, так как в первую партию мне делал один поставщик и лого и товар, и упаковку. Получилось не очень. Вот сейчас я заказал упаковку на дно, и только пора, я вам скажу, нравится лицо. Катерина, ну тогда могла бы сказать мне хотя бы спасибо за совет. По-моему, я тебе советовал так делать. Все правильно, потому что поставщик не может же быть человеком-оркестром, делать все одновременно, и все хорошо. Они сами так же заказывают упаковку в ГОВА. Они же не будут вам заказывать супер-качественную упаковку, они же будут на этом экономить, потому что это все входит в общую цену товара. Поэтому, да, лучше заказывать по отдельности. Я говорю, более сложный процесс, это когда сам товар состоит от разных частей, из частей от разных производителей. Но это уже такой более серьезный вопрос. Так, добрый вечер. А как узнаете, на каких фабриках в Китае делают качественные товары? Спасибо. Никак, проверять, заказывать образцы, присылайте к нам, сделаем обзоры, и вы все поймете, какой хороший, какой плохой. У них тут вокруг миллионы, поймите. То есть, их даже тут невозможно просто на процесс следить. Так, так, так. От какого объема стоит задуматься о доставке морем? Когда это выгодно? Так, так. Ох. Вот что-то я тут выключил. Сейчас, секундочку. Секундочку. Доставки морем, когда это выгодно? Так, кто-то сми же говорил. И вот, как раз Дима мне недавно говорил, какой объем. Как раз вот, да, там, какой-то, да, мы выводили такую цифру. Напишите, пожалуйста, я сейчас просто скажу, что мне на ум приходит. Не боюсь соврать, я совру сейчас многим ребятам. Вы уже лучше напишите нам по скайпу, я отвечу. Какой объем товаров вы отправили на Амазон за последние месяцы? А зачем вы интересуетесь? Вы не из налоговых, случайно? Большой объем товаров. Особенно перед праздником. Ну, так, конечно. Я и говорю тебе спасибо. Да не за что, Катерин. Катя, вы рекомендуете? Катерин, ну, как ответь, пожалуйста. С пионера за последний месяц не могли в наличии деньги, не успевали, потому что две с половиной тысячи долларов в сутки максимум. Ну, что ты с ним разговаривал, я тебя отправил к нему? Ну, не понял, еще раз. Я тебе к пионеровскому отправил, что он тебе сказал? А, да, 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 все нормально, мы с ним там решили, он там еще связал вас. Ну, насчет двух с половиной тысяч, они это просто решают. Это мастер-кап ограничивает. Я знаю. И, как я понял, это проблема нерешаемая практически. Ну, по крайней мере, по-позже. А что несколько аккаунтов не делать? Ну, правильно. Сейчас как раз этим. В этом как раз и занимаемся. Это даже не оговаривается, только о ней. Спасибо, Катерина, тебе еще раз. Я ответил. И еще раз тебе спасибо. Что-то, походу, все, народ устал. Ну, как раз два часа. Два часа, да, довольна. Два часа пятница. Ну, давай еще десять минут дадим. Да, ну, час, в принципе, я думаю, для лайва нормально, стандартно. Народу немного, интересы, значит, такой, не очень великий, все все знают, я так понимаю. Ну, в записи посмотрят, пользу, думаю, кому-нибудь будет. Просто расскажи нам, знаешь, почему я вот сейчас пока вопроса нет. Мой вопрос такого плана. Именно вот такие сложности, какой опыт был именно, какие-то интересные моменты, чтобы нам на будущее знать. То есть вот, может быть, что-то в голове круется. Именно вот на это упор. То есть как можно сэкономить реально? Вот почему люди спрашивают про контейнеры и про палеты? Именно как сэкономить. Потому что можно при равных прочих, какие-то, например, человек берет там, я не знаю, на три тысячи долларов, по-моему, он бы там на 15 взять. И он там, значительную разницу. И вторая проблема, это вот действительно вот эти две с половиной тысячи долларов, которые на растаможке. То есть из-за этого мы их разбиваем, так скажем. То есть смотрим, кто будет отправлять, если суммы будут большие проходить. Так, я тут как раз и читал, тебя слушал, может, что-то пропустил. В чем можно сэкономить? Так мы, в принципе, и так, когда кто с нами сотрудничает, мы так стараемся все предоставить оптимально. Увеличение партии. Еще советую. Увеличение партии. Иной раз даже, блин, в убыток себе советуем. Смотрим, что ну так не надо делать. Прямо так и делаем. Думаю, что ну не надо. Хотя мы при этом не заработаем ничего. Ну ничего страшного. Ну все деньгами нравится. Как говорится. Что именно по увеличению грузов? Мы вот как раз об этом думаем. Сейчас после праздников этим вопросом займемся, чтобы собирать сборные грузов. Про это речь, наверное, да? Ну да, да, именно про это. Чтобы коллективно, не сборные, точнее, грузов, а коллективную правку. Все правильно. Как сэкономить? После праздников мы этим займемся. Уже более плотно. Будем заниматься вообще. Просто потребуется больше объемов, складов. Ну ничего. Будем решать этот вопрос. Увидим, что это надо. А раз надо, будем делать. Будем делать. Так что после праздников будем это все обсуждать. Так, последние вопросы. Извините, а вы можете оценить качество любого товара? Не совсем понимаю. Они снимут качественные видео, качественные фото вы сами определяете, сравниваете. Просто они вам взяли, действительно, вы идеальны. Мы проведем тесты по вашим требованиям. Какие вы поставите нам критерии, такие мы сделаем. Скинем с девятого этажа, если вы хотите. Чтобы дистанционно подождем, сломаем нагрузку, положим гирю на 16 килограмм. Есть у нас тут. В общем, что надо, то есть сделать. А так, просто может, что-то ирония. Мы не можем оценить качество плитония, например. Так, где можно ознакомиться, поддержит ли товар, который планируешь, продавать сертификации, или каждый случай индивидуальный. Но это же, это уже больше не ко мне вопрос. Это вопрос... Производителю. Да, даже не к производителю, а вопрос к американскому законодательству. Где-то был сайт, да, тут, я думаю, сейчас вам подскажут ребята, где это все проверяется. Это к американцам больше. Мы-то отсюда вывезем все, а вот как примут ли американцы, это уже не криво вопрос. Так, что у вас тут еще? С Украины вы работаете. С чего? С Украины? С какой суммы денег можно начать работать с Китаем, чтобы начать? Это не к нам, это, наверное, с этим. Ковпаку, ковпаку. Это, смотри, как вам был вопрос, да, вы про мозг, или про местный рынок. Это ковпаку. Если работать с Китаем, чисто с Китаем, просто ездить, брать там товары, куда-то его возить, это ковпак. Он вам позаветует. Зарядит психологически. Да, вот они хорошие мотиваторы, вот иногда тоже думаю, вот как хорошо, может тоже мотиваторы. Да, да. С какой... Не, ну это совесть надо иметь, понимаешь, мотиватором есть. С другой стороны, я их немножечко не понимаю, но, видимо, людям многим нужна такая мотивация. как наркотик, так и есть, потому что же без этого не мог. Но я еще раз говорю, ну это надо совесть иметь, просто когда ты в глаза людям говоришь такие вещи, это надо просто реально совесть иметь. А по поводу того, что вот я сейчас вопрос вижу... Главное много... Денис, главное много писать, писать и переворачивать. Ну, наверное, но тут еще момент, вот я смотрю вопрос, ты не ответил на вопрос, где какая вероятность того, что вы будете моим товаром в Китае заниматься. Во-первых, они реально не торгуют, это первое. А во-вторых, товаров огромное количество, конкурентов у вас будет огромное количество. Вы делаете просто все качественно, делаете, продвигаете свой бренд, а не товар. Вот. И тогда у вас риски уменьшатся. В любом случае, рано или поздно кто-то его привезет. В первую очередь, не Владимир. Если вы какие-то курсы проходите, не дай бог... Ну, я вам так говорю, здесь есть один вариант. Надо просто делать, заказывать разные части у разных производителей. он не при высоте дублировать. Сойдется к минимуму. А даже если не начнут делать, то это будет подделка. То есть, сделать именно такое, как у вас будет очень тяжело, а если это будет подделка, вы уже... Это другой уровень. Это надо там жить в Китае. Там надо... Вот законодательство, вы уже... Да, это другой уровень. Это уже производство. Это производство. Это уже компания. Это когда человек, представитель собственный есть, который работает с вами, который работает... Ну, это очень интересно. Интересно. Это очень интересно. Это будущее. Конечно, это... Будет представлять вашу интересность. Дорастем, дорастем, если кто-нибудь до этого. Это вот как раз уровень. Я к тому, что по поводу подделок, я говорю. Это инсайт, понимаете, вот я бы хотел как раз по этому поводу говорить, и в прошлом я как раз рассказывал. Смысл в том, что Владимир, он один, два, три человека там работают. Всего. Заметьте, всего два, три человека. Китайцам, да им по фене вообще. Вот. А кто вот, не дай бог, курсы проходит, и вот здесь с курсов пришли. Сколько людей просматривали ваш товар? Сколько людей предоставляют там какие-то услуги? Чем больше организация, тем больше утечки информации. Думаете, на каких-нибудь курсах кто-нибудь вообще заботится об этом? Да там сидят вообще там люди просто ни о чем. которые я понимаю там главные, они хоть бабки зарабатывают. Им естественно это не надо. Но наемные работники-то. Наемных работников есть папа, мама, брат, сват, друг, там родственник и так далее. Там такой инсайт идет жесткий вообще. Но я еще раз говорю, я же в прошлом видео рассказывал. Просто полный слив всех до одного товаров, которые сейчас дают на обзор. Я все товары знаю, которые на вот самом крупном, грубо говоря, обучающем курсе. Все товары. Но это я-то ладно, е-мое. Мне он неинтересный из товара. И там и так все известно, все понятно. Вот. Но этот инсайт идет о том, что разговор, что не дай бог туда кто-то попадет, который заинтересован, будет наскучать. А это мы не американцы. У американцев у них менталитет и жизнь вообще другая. У них наскучать и чтобы продвинуться по карьерной лестнице это наоборот классно. Нас воспитывали, нельзя стучать, а у них наоборот. Из-за этого вот если вас так запалит, а это просто мне попался случайно, мне люди дают, потому что я сам этим занимаюсь. А сколько там других вещей творится. То есть, чем крупнее организация, тем как раз риски всяких вот этих вот вещей хуже. Другой момент могу еще сказать. Помимо всего прочего, они еще и продажи ваши видят лучше. Потому что Владимир не видит ваших листингов, он не видит никаких конкретных там ключевиков. Правильно, Владимир? Он видит просто товар. Да, естественно, я никогда себе я такой человек, да у нас такая команда я ничего такого не проводил. По факту, по факту, тебе найти товар на рынке будет намного сложнее на Амазоне. А на курсах у людей, у них они вам и листинги пишут и все подряд. Еще раз говорю, там инсайт просто бешеный. Если кому-то это интересно, конечно. Но я думаю, кто здесь есть, кто там 67 человек, где там по 1000 человек, которые вот сидят там уши развесить. Там, наверное, другой контингент просто. Мне так кажется. Ну, я не знаю, сколько там сидит людей, но в любом случае смысл такой, что просто эти вопросы если задают люди, я бы хотел на них ответить. Так что вот так. По поводу утечки информации ваших товаров и ваших продаж, потому что ваши продажи все равно также видны, также анализируют теми же сервисами, которые предоставляются, которые парсят ваши позиции. Я бы, по крайней мере, если бы этим занимался, спокойно бы туда заложил бы и всю статистику вашу бы имел в руках. Вот практически, ну, то есть, вот такая вот история. Так, тут еще вопросы у нас вскочили. Ответ про цену, не ответ. Либо килограмм, либо метр кубический. Ну, тут не понимаю, что я имею в виду. Имеется в виду, что или... То, что я назвал цену, цену за килограмм не назвал? Кубический, кубический килограмм, кубический вес, это вот о чем. То есть, или считается по максимуму, или по кубам, или, соответственно, по кубам, то есть, или, соответственно, по весу. То есть, вот что узнают, просто хотят узнать. Как раньше, помнишь, было, если вы берете товар до 100 килограмм, вот до Нового года, где-то в октябре, цены были примерно около 3 долларов. А если до 100, больше 4 долларов, а свыше 100, меньше 4 долларов. То есть, вот в этом диапазоне. Вот люди хотят, у примерной цифры, 10 у тебя долларов стоит, или 5, или 2. Да, не получится. Так какой товар, сразу вопрос. Ну, от материалов, изготовления товара, цена, от А до Я. Ну, скажи, самый дорогой, самый дешевый. У нас порой уходит на просчет доставки, там, до 3 дня, может быть, что считают нам, какая, чтобы ищить. В общем, как тебе, у вас, есть дорогой, у него сегодня дешево, у того, у кого сегодня дешевле, у того, а у другого дороже. Завтра ситуация может поменяться, да наоборот. Потому что у этого сегодня рейс горит, а у этого завтра рейс горит. Ему надо, вот, вот этот салон купил, вот этот вот, кубы свои, ему надо, ему не хватает, да он и по дешевке отправит. А кто-то только начинает собирать. Ну, это такой объемный, на самом деле, тема, очень большая. Хотя бы уточнить. Это как, ну, вот я попытался, товары, товары, самые дорогие товары, которые просто у человека... Так, так мы дальше, если мы начнем сейчас дальше рассуждать, мы дойдем до контейнера. Давайте вот покупать контейнер, там будет другая. Нет, это понятно. Я тебе сам товар, например, там. Не говорим про вредные, про такие батарейки, а именно товары какие. То есть, для меня, например, килограмм... Я понял тебя. Да ты поверь, различается даже бамбук шлифованный от не шлифованного. А в чем там? Здесь шлифованный, да, а здесь не шлифованный. Ну, не знаю, ставки разные. Ну, а еще самый дорогой, самый дешевый, хоть так, ради прикола скажешь, чтобы я знал. Ну, мне так, ты с чем сталкивался, то есть, самое офигенное. Но шлифованный бамбук, я понял, от не шлифованного отличается. Тут, наверное, просто материал обработанный, а тут не обработанный. Наверное, может быть там у китайцев на вывоз там какие-то есть. Не знаю, потому что сами там, мы же не сами этим занимаемся, у нас есть кто этим занимается. А если все знать, то не получится. Тогда бы мы не смогли другие услуги предоставлять, не были бы чисто форвардами. Так, все очень интересно. Просто еще и график, к которой привыкли, вы можете определить, выдадут ли Павербанк заявленную мощность. Сюда мы можем это определить. Для этого есть специальные такие, не знаю, как их называть, в общем, штучки, которые показывают тебе, какая там, ставишь на зарядку от нуля, и он тебе все покажет. Ответ про цену, так, это я уже читал, доставлял товар морем в Украину, ваш криф и срок, спасибо, я же вам так не скажу, хотите, напишите нам. Все равно, в любом случае, сегодня одна цена, всегда по факту, мы всегда и предупреждаем людей. Кто-то пообратился там в октябре, попросил, что ему посчитать, мы посчитали, он уже обращается в январе, говорит, все, я вам везу, мы говорим, хорошо, цена такая, да как, вы же мне говорили, такая, ну так прошло два месяца, вот такая теперь цена, праздники, не праздники, все, цена у Дейчей не меняется, вот там у них постоянная цена, они все риски заложили к цену сразу, все эти скачки, так, 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 запуститься, сколько устров, пусть 15, моих товаров. Ну, человек о том, что его он не боится, правильно, я не боюсь, я тоже считаю, в одну воду два раза не зайти, но для тех, кто боится, те, кто сомневается, это актуально. Так, просоветуйте, какие характеристики должны быть у товара, чтобы экономить, вы имеете в виду по доставке, наверное, да, ну, а, вот что, я тогда тебе понял, я имею в виду, ну, из простого, это что, пластик, пластик, упаковка, чтобы была не текстильная, текстиль тоже свою оценку имеет, но на самом деле, тут я не понимаю, ну, в чем тут экономия, какие товары, там будут дороже стоить, на самом деле, как вот я могу дать такую оценку, что чем дешевле товар, тем меньше у него маржа, так? Нет, не так, нет, дело не в этом, просто, люди спрашивают, знаешь, о чем, вот я бы спросил, я просто, я продавец, я не инфорвер, вернее, там, не посредник, я за это и спрашиваю, мне более понятно, что они спрашивают, или мне чаще такие вопросы дают, смысл такой, что когда мы выбираем товар, следующий товар, или первый товар, человек хочет понять, насколько разница в угрожании доставки будет в соотношении стоимости товара, понимаешь, вот о чем, то есть из-за этого, я не знаю, там какие-нибудь пеленки, он будет вести, они будут не дороже пластиковых расчесок, но на доставку, например, пластиковых расчесок, при том же объеме, при том же весе, будут затраты меньше, чем на пеленки, как ты говоришь, в текстиле, мы за это и спрашиваем, какие товары для тебя такие, ну, неожиданно, коэффициент дороже на доставку? пластик, пластик самый дешевый, самый дорогий, я бы сейчас его сказал, но не могу, понимаете, меня останавливают, то, что товар заказывал человек, я сейчас скажу, все начнут вдруг интересоваться, лезть, что это такое. А состав материала, что нельзя сказать, что это неопрен, неопрен какой-нибудь там, я не знаю, каучук там, ну ладно, понятно. Кем возить выгоднее, цена, качество доставки, нами выгоднее возить, Александр. Вот правильно даже, видите, написали. мне заказы сказали, да просто обратитесь к нам перед доставкой, мы просчитаем, не устроит, не устроит, не устроит, не устроит. Просто опять я повторюсь, мы защищаем сделку, оплаты, и мы можем застраховать ваш груз. А когда тот, кто доставляет товар, имеет деньги защищенные, он относится к этому ответственно. И он, поэтому у нас порой так много вопросов, многие, что вы меня пытаете, как он там упакован, да потому что мы сразу все выясняем, чтобы потом не сказать вам, что вот, а, у вас тут надо больше доплатить, надо вот за это доплатить. Поэтому все и выясняем, и поэтому также у нас они все выясняют, потому что они понимают, что все застраховано, что они просто просто денег не получат. Поэтому они относятся не так, как вот упомянутые ниже форвардеры, они наберутся этих товаров, а потом не знают, что с ними делать. А перевезти не смогут в итоге. Так, принято. Давайте последние пять минут. 100% предоплата, или можно разбить. Нет, у нас 100% предоплата. Давайте минут пять, последние вопросы, чтобы человек не задерживался, у тебя сколько же, третий час пошел ночи? Да, уже почти 20 минут, третий час. То есть у того, что-то там есть, сгенерируйте идеи, вопросы. В принципе, есть скайп, всегда можно пообщаться, в любом случае. Пожелайте, пожелайте чего-нибудь. У вас скидки в компании логистические, Федекс, Каппы, Карпы и прочее. Ну, я вам скажу так, вообще на логистике практически, можно сказать, мы не зарабатываем. Это у нас больше как все в куче идет. Ну и поддержание, разумеется, да, у нас там есть у них скидки. Мы на этом и поддерживаемся. Иногда есть какие-то риски. Потому что мы же не будем вам из-за какой-то мелочи каждому говорить, вот у вас знаете, то-то, то-то, пришлось перепаковать. Да просто отдадим сами деньги, не перепакуют, и все, чтобы вас не ревожить. На первого раза молодцы, первопроходцы. Спасибо. Екатерина тебе в очередной раз. Карго. Ну, вот, когда я говорил про карго, я имел в виду, карго – это товары с растамаживанием в Россию, в Казахстан, в Украину. То есть, когда человек покупает товар в растаможене уже, они в растаможене забирали. приятно слышать, отдыхайте. Мне тоже было приятно с вами общаться. Ну, все, ребята, я, наверное, буду уже прощаться с вами. Всем, всем до свидания. Обращайтесь, пишите. Будем стараться. Да, кстати, хочу сказать такую вещь. Не обижайтесь, если на раз мы пропускаем, не отвечаем на какое-то сообщение в Скайпе, особенно в Скайпе, он такой, в Скайпе бывает. А бывает, что на него, сами знаете, нажал, сообщение ушло, прочитано. и не будьте понастойчивее, ничего страшного. Пока сайт делаем, просто сайт у нас очень сложный появляется, получается, с кабинетами там для каждого. Очень будет такой интерес. Пока в Скайпе. Поэтому понастойчивее, если вдруг видите, что что-то вам долго отмечают, напоминайте о себе. Трендовый товар, кто ищет? Ищите его на фейсбуке, в сервисах по раздаче купонов и всего остального. Представьте, я сейчас посоветую этот товар, и он станет трендовым. Потому что его увидят, сколько тут человек. Поэтому кто хочет именно конкретно удачи, вижу. Такие вопросы, во-первых, смысл нет рассказывать человеку, потому что это некорректно. Во-вторых, он сталкивается с этим конкретно товаром. А во-вторых, просто я вам могу посоветовать, берите самый бесплатный дешевый совет, который я не понял год назад. Действительно, для этого, честно могу сказать, пойти в фейсбук, пойти, как раньше Томасона, открываешь огромное количество товаров. Реально, если ты разбираешься в товарах, и реально у тебя мелькают одни и те же товары, ты спокойно можешь выцепить реально новый, свежий товар, особенно который какой-то непонятный товар, какой-то, ну просто нестандартный, то есть тот товар, который ты до этого не видел. То есть вот я реально настолько много товаров насмотрелся, из-за этого, они вот когда я начинал, они мне просто мелькали перед глазами, я не понимал, то есть и все одно и то же, и все классно вроде продаются, и все ярко, так нарядно и красиво, но чем больше ты этим занимаешься, тем реально ты видишь те товары, которые постоянно повторяются, или те товары, например, которые перед Крисмос были, перед Рождеством, прям вот, вот прям вот, действительно, Крисманские товары, вот они с ноября как пошли, то есть все вот эти вот освещения, гирлянды, вот это, потом пошли другие товары, другие товары, сейчас вот где-нибудь Святого Валентина будет, те в товар пойдут, все база, просто нужен опыт, и все, без опыта там делать нечего, из-за этого... У меня есть общий совет такой. Давай. Не знаю, может что ты скажешь, Денис? Ребят, вы просто, как бы вот так сейчас так сказать, вы совершенствуете товар. Не надо изобретать новое, потому что это тяжело продвигать. Нет, я, конечно, надеюсь, что кто-то здесь не вас продвинет когда-то свой, свой именно там новый товар, а просто совершенствуйте то, что есть. Не логотипом, цветом чем-то, а совершенствуйте товар. А как, вот скажи, вот мы сидим здесь, вот объясни, вот это классная вообще вещь, вот вы все так советуют, все его говорят кастомизировать, вот там, я не знаю, ручка пластиковая, сделать всю резину, и сделать, чтобы она не скользила, чтобы она противоударно была, или еще, как я могу китайцам попросить, когда я заказываю на старте, например, 300-500, даже тысячу штук, или, например, как раз теперь. Как, как, вот скажи, совет дай, все хотим, мы хотим выйти на уровень, вот у меня сейчас есть там несколько учеников, один, например, делает у него там стандартный, абсолютно стандартный товар, который всегда продается, и он сейчас вот у него, он несколько раз продал, несколько проходов, у него сейчас тысячи на остатках, мы его доторговываем, и он везет другое, он мне сейчас говорит, как мы будем вводить, соответственно, улучшенный товар, но он уже на какие-то объемы вышел. Сейчас проблема у него именно как, то ли чайлды воткнуть в парен, то ли, соответственно, отдельным лисингом идти, то ли по беспределу, то есть подойти к out of store и запустить этот товар. То есть мы будем думать, когда подойдет эти остатки, но человек уже смог изменить, но он не изменил на той фабрике, которая ему производила, он просто нашел другого производителя с более интересным на его вид, взгляд, дизайн. А вот как, например, изменить тот товар, который уже классный, вот он классный, а мы хотим его изменить, реально, вот подскажи, вот мы вот находимся здесь, с каких объемов можно переговорить, на твой взгляд, вы же все-таки общаетесь с производителем, как там, что нам делать? Может быть, кто-то уже это сделал? Скажу так, они считают, до тысячи штук это не опт. Просто часто встречаюсь, вот я хочу заказать 100 штук, 200, 300, может быть, это кажется, особенно новичку, и большое количество, но на самом деле, это даже не опт, реально, от тысячи штук они будут более-менее начинать разговаривать. Ну, понятно. Ну, хотя бы 500, ну, минимум, это 300. Ну, вот мы недавно заказывали, недавно уже, так нормально, вот все примеры привожу, упаковку, коробку, и получалось, что цена, вот не помню, 300, 500 штук, о, да, 500 штук мы заказали, меньше там убраться не хотели, 500 штук коробку мы заказали, и цена в этой коробке была не на многим дешевле, чем у тысячи штук. То есть, если бы человек заказал тысячу, он бы заплатил, ну, да, он бы заплатил больше, но если посчитать, на каждую штуку поделить, то это было бы намного дороже. Чем крупнее производители, тем меньше он, вот, на такие вот скидки. То есть, если сразу даже и чувствуется, что человек решил, согласен на 100, там, на 200, сразу можно подумать, что это небольшой, что он хватается за любые заказы, и как бы он там ни на коленке где-нибудь в гараже делал. Это все. Чем крупнее производитель, тем, конечно, у него производственная линия, вот, это все ему переделывать, перестраивать. Да, тут я понял, о чем ты берешь. То есть, мы только можем на данный момент, кроме как, дать себя, себя, мы как можем выделить, только каким-то подарком, какой-то упаковкой, или тупо два, два по цене одного дать. Все, вот, на данный момент, реально, для нас, для старта, да даже для средних продавцов, которые там, ну, постоянно там, пускай везут, ну, нет, 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 на самом деле, нет, вот, опять-таки, вот это вот, ну, обращайтесь, будем пробовать, уже там, 300-500 штук, есть, вот, китайцы, они каким-то чудом находят, такие вот, я опять не могу назвать, товары, но меняют, изменяют, это именно те, которые не избалованы, либо бой, ничем, их даже нет, на площадках, нигде, они просто имеют свои, фабрики, да, они небольшие, товар, в принципе, качественный. понял, короче, то есть, вот именно по кастомизации, конкретного товара, а не то, что вот я назвал, то есть, я говорю, на данный момент инструментов, очень, мы очень ограничены, для, на старте, это еще, говорю, упаковка любого рода, это, соответственно, ну, я про бренды, все остальное не говорю, это фигня просто, и говорю, упаковка, 1 плюс 1, или, соответственно, 1 плюс какой-то подарок, все, ну, то есть, если есть такие варианты, то есть, помимо снижения цены, а именно вот такой, конкретный товар, вот тогда расскажи, вкратце, последний тогда, давай подытожим, именно, по поводу того, что, вот, ну, вот у нас есть товар, грубо говоря, и мы тебе его даем, ну, то есть, человек, например, как вот мы с тобой общались, по этому поводу, даем товар, мы уже провели переговор, у нас, например, есть 1, 2, 3 фабрики, конкретный пример, уже есть конкретная цена, мы все знаем, мы отдаем тебе, и ты, соответственно, своих, уже своего опыта, говоришь, ну, находишь, мы говорим о снижении цены, и, может быть, найти четвертого производителя, или выбрать из этих трех лучшего производителя, вот, расскажи механизм действия, и сколько это будет стоить, мы с тобой говорили, разница в цене, например, сколько человек заплатит, то есть, если он договорился за доллар, а ты договорился за 90 центов, и объясни, как ты найдешь там четвертого, как это будет тоже выглядеть, и сколько это будет стоить, по вашим затратам времени, и все остальное. Ну, на самом деле, мы вот эту вот услугу по торгам, да, немножко приостановили, потому что, ну, мы ее предоставляем, только уже своим, проверенным, да, кто с нами давно работает, потому что, многие просто не совсем понимают, что это такое, и начинается вот такая, деньги не плачет, короче, чтобы вы сделали работу, они деньги не платят, нам это не к чему, мы же видим, что человек хочет от нас, что просто-напросто, ну, ладно, не буду я в этом... Нет, ты объясни нам просто, мы заказывать будем, понимаешь, ты объясни, объясни, вот люди конкретно, это и слушат, они видео будут слушать как раз, объясни, как это, правильно человек должен подойти, чтобы он был готов, что ты не просто так работаешь, я тоже, я уже много раз так делал, мне дают задания, я провожу работу, а мне потом просто, говорят, ой, дорого, не, я не буду брать, я, блин, неделю потратил на это, там анализ сделал и все остальное, говорят, не, очень дорого, ничего мне не нравится, вот, я сам, вот объясни тогда, как надо это подойти к тебе, потому что каждый здесь сидит и думает, как ему, даже я думаю о кастомизации во вторую очередь, а в первую очередь, вот у него есть доллар цена, а он хочет там за 80 центов, тогда он будет более конкурентоспособен или будет больше зарабатывать, вот человек к тебе придет, он тебя конкретно и спрашивает, как это можно сделать, ты, честно, за это можно зарплату получить, гарантированно, потому что ты работу сделаешь в любом случае, но человек скажет, ну ты же мне цену не опустил, вот давай вот это вот обсудим, в принципе, я думаю и закончу на этом, без вопросов уже. А я, Денис, тут, видишь, хочу обсуждать, я же говорю, мы это приостановили, мы сейчас это не делаем, ну, а по работе, мы же, мы платим за это, в том-то и столкнулись, мы платим же за это, нашим поисковикам, и в итоге мы столкнулись, в такой ситуации, что мы платим и возвращаем потом деньги, на то, что там, что-то потом удерживать, то, что там, 30 долларов, все равно, но это все, опустились туда, куда нам не стоили, ну, нет, вот она просто. Короче, не вариант, не вариант, то есть, снижение цены? мы, мы это теперь делаем, только с теми, кто с нами давно работает, ну, кому мы доверяем, кто нам доверяет. А в чем, а в чем, объясни мне, вот я, ты меня знаешь, я не знаю, мы сам с тобой не знаем, что ты это будешь делать ради того, что ты действительно будешь искать что-то, а не для того, чтобы убедиться, что ты нашел по нормальной цене, к примеру, да? Ну, и так далее. Сформулировать задачу мне тебе вот как надо. Или просто, понимаешь, кто-то, допустим, есть реальные продавцы, а есть, извини меня, теоретики диванные, вот они насмотрелись курсов, и он сидит, и сегодня у него идея вот это заказать, а завтра он передумал, хочет другое заказать. Ну, то есть, короче, здесь непонятная вилка о том, что человек с тебя требует, как бы, ну, ты же цену не опустил, я тебе не заплачу, а ты работу проделал, как бы, вроде качественную, вот это вот, короче, вы не нашли эту золотую середину, чтобы и... Да, не, ну, подожди, ну, а потом, даже если мы опустили цену, человек, он уже понимает, что он уже это не хочет, он уже передумал. понятно, то есть, короче, проблема именно даже вот в этом. Он тогда скажет, что качество не то, или еще что-то не то, ну, куча... То есть, короче, вам надо обращаться, когда вот я реально нашел трех, там, двух производителей, говорю, Владимир, я вот сейчас, вот сейчас конкретно, я точно у них буду закупать, ну, то есть, как точно, я не знаю там, как это объяснить, залог денег там, или еще, или через себя деньги перечислять и так далее. Вот. Если можете меня найти, вот у меня такая закупочная цена, соответственно, мы там доход делим, там, грубо говоря, в каких-то процентных долях. И, соответственно, может быть, ты мне найдешь конкретно, конкретно, конкретно лучше производителя, и действительно, может быть, он действительно изменен, потому что ты часто заходишь просто на Амазон, и все эти товары там лежат. Ну, просто ужас какой-то. То есть, вот все берешь и просто вот прямо идешь по Алибабе, и все эти товары, что на Алибабе, что на Амазоне, вот один в один, один в один, только разница бренда и качество фотографий. Все. Вот в этом проблема. Вот просто это ужас. Я говорю, вот по поиску товара, вот реальный поиск товара, конечно, можно там людям по ушам ездить по поводу там этого, вот сейчас вот так, а раньше было. Да всегда было одно и то же. Никакой разницы не было. Через два года будут говорить, что надо было сейчас входить в рынок. Сейчас, говорят, что надо было раньше входить в рынок. Дело не в этом. Дело в том, что действительно у кого-то может получиться, а у кого-то нет. Кому-то повезло, кто-то нет. Кто-то правильно сделал, кто-то неправильно сделал. Так и процент известен, это примерно 30%. Успех, успешных продавцов и 70% неуспешных. Это прям, это какой-то замечательный золотой процент. Будем надеяться, будем надеяться. Я не знаю, я ставлю 5-10, а ты видишь, как оптимизировал. Да это я не помню, это где-то, так это вычитывали. Понял, понял. Ну то есть, вот на данный момент, то есть, ты просто работаешь с теми, кто реально определился и кому ты доверяешь. То есть, кто-то должен там, как ты себя, да, считай. Ну это, это именно по сбросу цены, по торгу. А по поиску товаров, по поиску товаров это реально можно. В чем разница? По поиску. А альтернатива улучшения, как ты вот сейчас сказал. То есть, это работает до сих пор, правильно? Все нормально. То есть, можно предоставлять. Вот такой товар, не знаю, вот чеснокодавилка, например, вот у меня есть чеснокодавилка, я хочу ее там улучшить, грубо говоря. То есть, вот такая есть, такая есть, хочу какую-то другую найти просто. Тупо, даже вообще плевать, чтобы просто другая была. Я сейчас чуть-чуть частями просто слышу непросто. Смысл какой? То есть, я понял. Есть чеснокодавилка, а надо... Смотри, по снижению цены я понял, что вы сейчас этим не занимаетесь, только со старыми клиентами. Я сейчас говорю, исключительно, по кастомизации, грубо. То есть, я тебе дал, я говорю, я хочу заниматься этим чеснокодавилками. И говорю, вот в тот формат, который есть, он уже на Амазоне присутствует. Мне надо найти какую-то другую модель, интересную. Да, ну и все. Вот в этом ценовом диапазоне. Вы ищете? Я понял, я понял. Мы ищем фабрики, которые занимаются чеснокодавилками и могут провести кастомизацию. Все. Я понял. Все. Вот этот вот вопрос, тогда я закончил. Мы не делаем никакую кастомизацию. Это уже все. Они, они, естественно. Ты находишь просто мне какой-то оригинальный продукт, который на Амазоне нет. Он, пускай, не трендовый, но его всегда будут покупать. А я не хочу быть, как все, и отличаться только этикеткой и дурацкой упаковкой. Это бред. Это не бизнес. Это обман. Либо фабрика, которая может тебе ее кастомизировать. То есть, она пойдет на то, чтобы что-то там изменилось. Понял. Понял. То есть, или с возможностью кастомизации, или вообще-то. А потом дальше, потом дальше, либо через нас это будет уже происходить, все дальнейшие переговоры, либо сами уже будете договариваться. Это уже другой вопрос. Все понял. Я считаю, если вы нашли, я вообще не понимаю смысл. Обязательно надо, просто у вас есть, как это сказать, отдельная, отдельная оплата. Можно, грубо говоря, вам какой-то пакет, действительно, людям, вот как некоторые спрашивают, под ключ. Вот. То есть, именно под ключ. Есть, есть. Да, то есть, именно людям просто под ключ, он вам сделает и проверку завода на начальной стадии, потому что завод, завод уродит. И понимание, что это реально производство, понятно, но вы понимаете тоже, а на нормальном производстве будет минимальная партия большая, а на нормальном производстве будут цены хорошие только тогда, когда вы действительно будете очень много выбирать. В начальном этапе проще работать или с мелкими, но мелкие могут быть тоже хорошие, надежные, нормальные, правильно, Владимир? А может быть вообще там непонятно с сараемым, в котором три человека грязными руками собирать. Вот. То есть, мелкий мелкому ролик. Все правильно. Вот. Из-за этого как раз надо на начальной стадии выбрали производителя, надо, соответственно, заплатить за то, что его проверили. Если он нормально, адекватный, двигаемся дальше. Если нет, смысла с ним вообще разговаривать нет. Если мы двигаемся дальше, мы, соответственно, заказываем предварительно вот эти вот. Все заказали, 30% заплатили, желательно через PayPal, потом товар получили или через Владимир, у него товар получили, он его проверяет. Вот. Опять все это проверять надо. Тут останется момент, нам надо автоматизация только. Именно исключительно тот, когда вот эти вот. У нас очень долгое время затягиваются вот эти получения образцов. Вот это действительно проблема. Вот. Вот это... Мы можем обзор сделать, да? Мы про это говорили. Да, потому что... Нет. Ну, тут еще... Да, фабрики маленькие есть, нормально, но на самом деле и больших надо проверять, потому что, ну, регулярно надо все равно их контролировать. Да нет, размер-то не имеет значения. Когда официальная работа начнется, спрашивай. Когда-нибудь... Я не прочти, ничего не услышал. Да ладно уже, забей. Уже достаточно время, полтора часа, вместо часа, как мы с тобой планировали. Это прям... официальная работа начнете, вот спрашивают, и думаю, закругляемся, и хватит. Да, когда официально начнем... Ну, вот сейчас, после этих праздников, так, еще примерно месяц, точно не будем. Ну, не знаю пока, в общем, не буду отвечать на этот вопрос, пока не знаю. А когда мы начнем все официально работать, там, налогово отчитываться, я понимаю, за наши миллионы на Амазоне. Да, вот когда, да, когда мы заложим. Вот как вы начнете, Владимир, все-все зависит. Понимаешь, как мы можем, как обычно у нас, все затраты должны учитываться, и в принципе это, мы же не миллионеры, вот, у нас вроде заработок невеликий, и платить налоги нечего. Вот из этой серии, потому что затраты все не можем показать. Ладно, я думаю, что тебе есть еще в конце? Добить чем-нибудь, и закругляемся. Да, что-то, да, ладно, всем успехов еще пожелать, всем, не знаю, продаж хороших. Удачи не желаю, только планомерного успеха. Не нужна нам удача. Все, всем удачи тогда, всем пока. Думаю, полезный. Всем спасибо тебе, Денис, спасибо за представленную возможность. Полезный, полезный. Был рад со всеми познакомиться, и старых друзей повидать. Все, до свидания. Доброго вечера вам всем, дня вечера, пока-пока. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok, Субтитры сделал DimaTorzok,